Вы смотрите программу «Губерния» и вот о чем расскажем. Формановский хлебозавод продолжает стабильно работать. Предприятие поставляет продукцию в школы и детсады района, а также по области. Интернет берет не везде. В одном только месте, около пруда. Школьный автобус не ходит, учится дистанционно затруднительно. Как решают в Междуреченске и Новом Горянове проблему получения знаний. Еще в среду десятки жителей с окрестных домов стали против переноса вот этих мусорных контейнеров. Все прошло бы мирно, но управляющая компания «Корона» решила установить их буквально в 100 метрах отсюда, еще ближе к окнам жилого дома. Фурманове завершает благоустройство оврага. С той стороны города, на ту сторону города, вот перейти с детьми, это удобно. О преображении каких еще территорий мечтают горожане? В историческом центре города на улице 10 августа появится пятизвездочный бутик-отель. Он будет состоять из двух корпусов, один из которых – особняк 19 века. В Иванове вплотную приступили к подготовке к зимнему периоду. В районе улицы Панина заменят почти километр магистрального трубопровода стратегически важной системы центрального теплоснабжения города. Подробности узнаем у руководца энергосботовой компании. В прямом эфире с вами Наталья Сергеева. Здравствуйте. Теперь об этих и других темах подробнее. По факту падения подростка в люк в Иванове возбудили уголовное дело. Следователи считают, что городские чиновники проявили халатность. По версии следствия, вечером 18 июля 15-летний мальчик провалился в смотровой колодец ливневой канализационной сети. Люк был открыт. В результате подросток получил переломы позвонков и ушибы. Установлено, что колодец является бесхозным имуществом, на чьем-либо балансе не состоит и не обслуживается. Так как сотрудники администрации города это допустили, следствие считает, что они ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности. А именно, не выявили бесхозный люк, расположенный на территории города Иваново, и не закрыли его крышкой. По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сборы закрепления доказательств. Чиновникам грозит штраф до 120 тысяч рублей, либо арест до трех месяцев. Два километра – непреодолимое расстояние для жителей села Междуреченское Тейковского района. Они не могут добраться ни до соседнего Нового Горянова, ни до райцентра. Причина – отсутствие дороги. Состояние ее таково, что служба госавтоинспекции запретила перевозить детей в школу на автобусе. Как же школьники Междуреченского получают знания, выясняла Ирина Афонина. С главой и депутатом Новогоряновского поселения встретились на дороге, которая ведет к селу Междуреченский. Впрочем, дорога здесь когда-то была, и принадлежит она Министерству обороны. О том, как ее не стало, рассказал глава поселения. Военные ездят по таким дорогам с их техникой, а жителям стало ездить невыносимо. И последние годы часто стали поступать жалобы, и мы неоднократно писали, и районная администрация выходила на область, и даже на Миноборону. Депутаты подключались, чтобы произвели какой-то ремонт. И военные пошли навстречу. В прошлом году начали ремонт, демонтировали плиты, монолит и увезли. На этом ремонт приостановили. В итоге добраться до райцентра и Новогорянова – проблема. Особенно для стариков и детей. В селе 20 школьников. В связи с тем, что вот такие у нас ситуации с дорогой, школьники в этом году школу не посещали. Их перевели на отдаленку. Но связь у нас очень плохая в поселке. Интернет берет не везде. В одном только месте, это около пруда. Но сами понимаете, какая у вас можно с детям, там можно заниматься около пруда. Девятиклассники два километра по бездорожью ходили пешком. ОГА, кстати, сдали прилично. Валентина Денисова – не только местный депутат, но и фельдшер. Живет в Междуреченске, ездит на работу на автомобиле, который сегодня сломался и не в первый раз. Как будет добираться до дома, а завтра на работу, пока не придумала. Директор Новогоряновской школы, где учатся многострадальные дети из Междуреченска, уточнил – не все ученики получают знания возле пруда. Из этих 20 человек с октября месяца половина, то есть 10 человек, получали образование очно. Благодаря тому, что родители либо сами переехали, либо детям квартиры сняли в городе Тейково. А из города Тейково мы осуществляем организованную перевозку групп детей. Кто снимает квартиры в Тейкове, кто-то в Новом Горянове. Впрочем, еще один способ получения знаний при отсутствии устойчивого интернета – это телефон. Или через Валентину Денисовну. Фельдшер привозит детям задания, они их решают. Валентина Александровна отвозит. Утомившись от такой непростой жизни, селяне через депутаты обратились к уполномоченному по правам человека. Светлана Шмелева поставила в известный департамент образования. В августе текущего года мы обязательно встретимся в Междуреченске совместно с руководством департамента и оставляю эту тему на своем личном контроле. Также прокомментировал омбудсмен намеренный отправить сообщение на имя министра обороны Российской Федерации. Ирина Афонина, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». Фурмановский хлебокомбинат держит цены на ряд позиций. Предприятие уже в третий раз получает региональную субсидию. В этом году размер поддержки увеличен, ей воспользовались 13 производителей. Как пекари работают в условиях санкций, расскажет Марина Зенина. Вот так на свет появляются свежие батоны, которые мы каждый день видим на полках магазинов. Фурмановский хлебокомбинат выпускает до 10 тонн в сутки. Предприятие «Стойко» пережило кризис пандемии. Этой весной пришлось решать, к сожалению, не в пользу потребителей проблемы с сырьем. Цена на муку взлетела примерно на 25%. Подорожали и другие продукты. Конечно, это было вынужденное повышение. Это произошло у нас в марте. Где-то порядка 10% было повышение на хлебобулочные изделия. Из продуктов это растительное масло, которое так в цене практически, можно сказать, не упало. Маргарин. Вначале также подорожал сахарный песок. Сейчас дефицита сырья здесь не испытывают. Поставки налажены. На некоторые социальные позиции цену позволяет заморозить региональная субсидия. Поддержку завод получает уже в третий раз. Общий объем составил почти 2 миллиона рублей. Это предприятие получает поддержку в виде субсидии на производство хлеба на одну тонну 2,5 тысячи рублей для удержания цены. То есть оно подписывает соглашение и обязуется в течение месяца не поднимать цену на тот вид хлеба, на который получает субсидию. Такую субсидию в этом году получили 13 производителей хлеба в области. Всего на их поддержку предусмотрен 31 миллион рублей. Это средства федерального и регионального бюджетов. Качество продукции Фурмановского хлебозавода в департаменте сельского хозяйства оценивают высоко. Три года назад здесь обновили оборудование. Больше половины печей импортные. Проблем с деталями пока нет. Оборудование у нас новейшее. Печь Гастол называется. Умная печка. Делает все сама. Вот в настоящее время тестовые заготовки выходят из расточного шкафа и проходят в печь для выпечки. Хлебозавод поставляет продукцию во все школы и детские сады Фурманово. В городе есть собственные торговые точки. Очень хорошо складываются отношения и с местными магазинами. На полках можно увидеть почти полный ассортимент. С ивановскими сложнее. Мы как бы два раза поставляем продукцию на городе Фурманово. И везем им где-то часов в 10-11. А в Вану один раз? Мы бы с удовольствием туда возили второй раз. Но никак не логистично. Мы договориться с ними не можем. Тяжело складываются отношения с федеральными сетями, с магнитами-пятерками. Да, с магнитом поможем. На хлебокомбинате сейчас трудится 90 человек. По словам руководителя, средняя зарплата 30 тысяч рублей. Проблем со штатом нет. Сокращение не предвидится. Марина Зейна, Григорий Мартианов, телекомпания «Барс». В четверг в центре Иванова сильным ветром повалило два взрослых дерева. Одно из них упало и перегородило пешеходную тропинку. Примерно в обед ураганный ветер сломил два дерева в сквере мастеров рядом с Ивановским цирком. Растение с мощным стволом надломилось ближе к земле и сложилось пополам. Крона нависла над прогулочной тропой. Ветки разлетелись в разные стороны. Взрослый ясень придавил другое насаждение, которое практически вырвало из земли вместе с корнями. Остальным деревьям удалось выдержать экстремальное погодное явление. Отметим, что несколько лет назад деревья в сквере обследовали и те, что представляли угрозу и были больны, спилили. Скандал возле мусорной площадки развернулся в Иванове. Жильцы домов на Кохомском шоссе буквально бросались под технику, чтобы остановить установку новых контейнеров. В ситуации разбирался мой коллега Денис Воробьев. Скандал достиг апогея на этой неделе. Вот это видео. Жильцы 18-го и окрестных домов вышли с требованием прекратить стройку. Еще в среду десятки жителей с окрестных домов стали против переноса вот этих мусорных контейнеров. Все прошло бы мирно, но управляющая компания «Корона» решила установить их буквально в 100 метрах отсюда, еще ближе к окнам жилого дома. Проблема в том, что мусорные баки находятся вблизи того самого 18-го дома. Крысы вольготно разгуливают прямо у подъездов, портят машины, перегрызая провода и даже нападают на детей. Ведь буквально в нескольких метрах от помойки детская площадка. Что касается самих жильцов этого дома, то выбрасывать отходы сюда они не могут. Их площадка находится за многоэтажкой. А эти 13 контейнеров принадлежат соседним домам – 16, 17 и 20. Поэтому мусор сюда складывают жильцы десятков, если не сотен квартир. А бегать от крысы и наслаждаться неприятным запахом приходится другим. Необходимо сказать, что на самом деле здесь положено только стоять семи контейнеров. И здесь находятся три контейнерных площадки. А по факту вы можете видеть, что здесь стоит 13 контейнеров. Они совершенно незаконны. При том, что администрация, зная наши беды, и неоднократно мы туда обращались, они в 2020-2021 году узаконили и дали лицензировали две контейнерные площадки. То есть никак проблем они решать не хотят, не хотели и не будут, скорее всего, это делать. Пока, так сказать, нам не поможет телевидение. Для новой площадки выбрали вот это место. Жильцы категорически против. Внезапное появление техники для них стало шоком. Ведь ранее о переносе не знал никто. Говорят, будут отстаивать свою позицию до последнего. Предложенные варианты просто игнорируют, уверяет Александр Юрьевич. Мы протестуем против того, что здесь должна быть мусорная площадка под мусорные контейнера. И хотим, чтобы ее здесь просто не было. Чтобы люди задумались о том, что на этом месте не должны стоять мусорные ящики. И перевели куда-то их в другое место. Как нам сообщили в мэрии, старая площадка стоит здесь незаконно. В ближайшее время ее ликвидируют. А вот заливки основания для новой площадки не избежать. Она прошла все необходимые экспертизы. Внесена в реестр и имеет лицензию. Управляющая компания «Корона» все согласовательные процедуры прошла. С администрацией города, с ресурсно-основляющими организациями, с Роспотребнадзором. Место определено на муниципальной территории для организации этой контейнерной площадки. И как только она будет организована, будет установлено расчетное количество контейнеров для двух многоквартирных домов. И, соответственно, эта вереница должна быть убрана. Пока у дома появятся четыре контейнера. Все остальные утилизируют. В управляющей компании заверили, место обсуждалось с общественностью неоднократно. Отдельные трудности возникли из-за плотной застройки. Хотелось бы отметить, что обустраиваемая контейнерная площадка будет иметь твердые основания, ограждения, отсек под крупногабаритные отходы, крышу. Кроме того, в месте сбора ТКО будут установлены контейнеры с крышкой, что не позволит распространяться мусору на территории. Несмотря на это, жители настроены серьезно и не допустят строительства под своими окнами, чтобы не жить среди мусора. Денис Воробьев, Дмитрий Добыч, телекомпания «Барс». Сейчас короткая реклама и смотрите сразу после нее. В Иванове вплотную приступили к подготовке к зимнему периоду. В районе улицы Панина заменят почти километр магистрального трубопровода стратегически важной системы центрального теплоснабжения города. Подробности узнаем у руководца энергосботовой компании. В Фурманове завершает благоустройство оврага. С той стороны города, на ту сторону города, перейти с детьми, это удобно. О преображении каких еще территорий мечтают горожане? Заботишься о безопасности и хочешь знать, что происходит в твоем дворе на парковке или детской площадке? Звони 93 93 93. Интеркомтел. Это новости губернии, и мы продолжаем. В центре Иванова строят первый пятизвездный отель в области. Один из корпусов – это старинный особняк. В гостинице будет мини-музей с антиквариатом и старинными документами на тему путешествий. Сколько будет стоить провести сутки в отеле, узнала Яна Ведерникова. Улица 10 августа, исторический центр города – достопримечательное место. Сейчас здесь вовсю идет строительство. Возводят пятизвездный бутик отеля «Алхимик». К строительству приступили в начале этого года. У отеля будет два корпуса, старинный особняк 19 века и новые здания. Для гостей в «Алхимике» будет 21 номер высшей категории. Каждый уникален. Особое внимание уделяется не только дизайну номеров, но и общественным пространствам. На первом этаже будет работать ресторан. Здесь будут арт-объекты, которые делаются под заказ для нашей гостиницы. Которые уже частично знакомы Ивановцам благодаря фабрике «Авангарда», где выставлялись. И некоторые коллекции, которые сейчас создаются именно под заказ отеля. То есть это будет своего рода такой мини-музей. Здесь будет использоваться коллекция «Алхимик Таро», созданная для нашей гостиницы, для нашего отеля художницы Юлии Борисовой. Параллельно московский художник Данил Поляков работает над арт-объектом для отеля. Шесть лет инвестор вынашивал этот проект. Он не ломает историческую застройку центра города. Инвестор мог построить больше трех этажей, но все-таки решил остановиться на этом, чтобы полностью вписать отель в городскую среду. Впервые появится отель «Пять звезд», который сможет обеспечить самое комфортное пребывание наших гостей. По гостям мы видим, конечно, что гостиничный фонд у нас имеет перспективы роста, потому что проводится масса значимых мероприятий, таких как «Зеркало», фестиваль сериалов «Пилот». И мы видим, что загрузка в гостиницах почти под 100%. Например, даже спортивные мероприятия у нас тоже собирают много гостей. Ивановский полумарафон «Красная нить» мы посчитали, что принес почти 14 миллионов рублей нашему бизнесу. Достроить отель планируют к концу 2023-го, начало 2024-го года. Инвестор намерен вложить в проект 250 миллионов рублей. Будет создано около 40 рабочих мест. Стоимость номера в отеле пока не называют. Но, по словам представителя застройщика, от 5000 рублей за сутки. Яна Ведерникова, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». Владимирский филиал «Паута-Плюс» активно ведет подготовку тепломагистрали к зиме. В Иванове на улице Панино заменят почти километр трубопровода. Этот участок является стратегически важным для обеспечения требуемого гидравлического режима системы центрального теплоснабжения города. Насколько затянутся работы и будут ли перебои с горячей водой, выяснял Владимир Еремин. Несмотря на то, что за окном разгар лета, плюсовая температура, в Иванове во всю идет подготовка к предстоящему отопительному сезону. В районе улицы Панино перекладывают старые трубы на более современные и долговечные. По словам специалистов, их срок эксплуатации порядка 30 лет. Данный участок является стратегически важной тепловой артерией города, поскольку в случае появления повреждений в отопительный период режим теплоснабжения будет нарушен у 7 тысяч потребителей. Это микрорайон Московский, улица Панино, улица Куконковых, проспект Строителей и другие ближайшие улицы. Чтобы не было повреждений на этом участке и как следствие не оставить десятки домов без горячей воды и тепла, планируется заменить около 800 метров трубопровода в поле уритановой изоляции. Коррозия им не страшна. На эти цели ресурсоснабжающая компания ПАОТ-Плюс планирует потратить более 70 миллионов рублей. На сегодняшний день выполнены работы первого этапа. Это произведена замена 150 метров трубопроводов с обратной засыпкой. Благоустройство планируется осуществить до конца следующей недели. Это восстановление асфальтового покрытия, озеленение газонной части. Ко второму, более сложному этапу коммунальщики приступят уже в пятницу. На улице Панино будет заменен еще один участок протяженностью более 600 метров теплотрассы. Причем, чтобы улучшить качество теплоснабжения потребителей, диаметр трубы увеличат с 500 до 600 миллиметров. Все работы подрядчики планируют завершить к началу отопительного сезона до 15 сентября. На время ремонта теплотрассы, обещают в ПАОТ-Плюс, перебоев с горячей водой у ивановцев точно не будет. Владимир Еремин, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». Ну а Фурманове завершает благоустройство оврага в центре города. В прошлом году там обустроили ярмарочную площадь. Как оценивают новые обновленные территории жители и какие места еще хотели бы преобразить, расскажет Марина Зинина. Проект по благоустройству удалось реализовать благодаря победе во всероссийском конкурсе малых городов. На преображение территории из федерального бюджета выделили 70 миллионов рублей. Часть работ выполнили в прошлом году. Вместо стихийной парковки на ярмарочной площади появилось новое покрытие. Установили торговые павильоны, освещение, арки, скамейки, велопарковки, систему видеонаблюдения. Высадили деревья и кустарники. Площадь вот эта была, асфальт весь выбитый. Посмотрите, как красиво стало, хорошо ходить. Вот здесь сделали дорожки в овраге. Здесь люди гуляют, людям очень нравится. Там тенистые аллеи, то есть прохладно в жару. На удивление губернатора жители не высказали ни одного замечания. Даже туалеты работают. Нет урн, но это временно. Их забрали на покраску. Оборудовали также экотропы, соединяющие две части Фурманова. Раньше люди ходили через овраг по грязной тропинке. В кустах были горы мусора. Теперь за территорией прилежно следят. Закрепили двоих человек за обслуживанием этой территории, которые собирают мелкий мусор, ментут эту территорию. И также они будут в зимний период убирать эту территорию. Зима покажет, как ее нужно обслуживать. Но могу заверить всех жителей Фурмановского района, что территория эта будет в нормальном состоянии. У пруда оборудован пирс. Из воды бьет небольшой фонтан. Место стало точкой притяжения для горожан. Теперь они просят продлить дорожку еще дальше, до торгового центра. И мечтают о благоустройстве парка у реки Шача. В этом году за ту территорию проголосовали 2500 жителей. Мы же программу комфортной среды будем продолжать из года в год. Но просто может быть не все сразу. Я предлагаю сейчас сосредоточиться все-таки на том месте, где мы находимся. Его надо доделать. Он еще не доделал. Ну, это согласно. Здесь еще работы много. Планируется вообще в следующем году закончить. Но вот глава говорит, что может быть и в этом получится. Здесь, мне кажется, не надо спешить. Тут главное качество все-таки. Здесь работы пока выполнены на 85%. Склоны планируют затянуть георешеткой и засеять газонной травой. Закончить обустройство оврага должны к осени. После этого, по словам главы, район начнет формировать заявки на гранты для обустройства территорий у реки Шача и парка у вокзала. Марина Зейна, Григорий Мартянов, телекомпания «Барс». Впереди новости синоптиков. Расскажем о погоде. Две минуты, чтобы записаться на прием. Узивен нижних конечностей и анализ крови занимает 40 минут. Сама лазерная процедура займет всего 40 минут. Всего полтора часа. И вы избавитесь от варикоза. В пятницу в нашем регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха днем плюс 24-26 градусов. Ветер северо-восточный 24 метра в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 43%. Прохладная погода уходит. В эти выходные нас снова ждет жара до 30 градусов днем и никаких осадков. На улице может быть дождь и ветер. А в текстильном центре Рио всегда хорошая погода и приятные подарки. Кофе, бургер, лимонад. Каждый будет очень рад. По будням Рио угощает своих покупателей. Дарит свет, тепло и радость. Заезжайте. Акция действует по будням. На этом пока все. Текстовые фото и видеосообщения к нам в редакцию. Вы можете отправлять по номеру телефона, который видите на своих экранах, в любой из мессенджеров. Информационные итоги дня подведем в 20 часов 30 минут. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова